Здравствуйте, мои дорогие любители пошаговых стратегий и жевжики планеты Земля! Вы слышите Алексея Халецкого, а это значит, что вы на канале Лёша Играет, и этим видео я начинаю показ суперсериалов Seedmare Civilization 6 за Нидерланды на карте Континенты. Режимы используем только корпорации, монополии и случайные деревья технологий и социальных политик, а во всём остальном стандартные настройки. Напоминаю, что спонсоры канала все серии могут увидеть сразу во вкладке «Сообщество». Спасибо им большое за поддержку. Ну и традиционно прошу воздержаться от бессодержательных спойлеров и оскорблений участников партии. Приятного вам просмотра! Что ж... Ну, место более-менее так начало... Я, наверное, не буду уходить, вроде ресурсы видны, правда красители, по-моему, религию дают не самое... Интересно... Метки лучше не ставить, да? Ну, на первом ход можно, тут нету таймера. Так, красители, красители... Да, плюс 25% вера. На космопорт не забудьте поставить. Есть... На чудеса. Пшено. А вот у меня такой вопрос. Вот у Кри, типа, если гончарное дело изучаешь, открывается торговец. Но его же, типа, нельзя использовать, правильно еще? Почему нельзя? А, типа, можно сразу проложить, да? Ну, и было бы куда. А, ну, видимо, поэтому... Я просто пытался пару раз за него играть. Так же, вот, наводство, горное дело. Да, наверное, горное дело сразу следующим поставим. Да, мореходство далековато. Я бы две рыбы обработал побыстрее. Да, еще посмотрим, где у нас будет... Где у нас будут эти... Ай, как их... Лошади, лошади, где у нас будут лошадки? О, горы имеются. Правда, не так уж прям и богатые такие, но в принципе... Ну, вы же понимаете, что, например... Вот эта река, то есть тут, вот умер тут, кампус на плюс 3 тут, потому что река. У меня соседство... Увеличенный бонус за соседство для кампусов, театральных и промышленных зон с реками и, собственно, и гора еще. Наверное, не плюс 2, а все-таки. Ладно, посмотрим. Ну, горы мне эти нравятся, в принципе. Так, гляну, что тут. О, сразу варвары. Так, тут у нас строится все. Кстати, религия будет капать. Это хорошо, что добавится эта клетка. Все, можешь теперь паузу нажимать. Пожалуй, вверх пойду первым скаутом. Улучшилась урожайность у 4 клеток. Очень неплохо, я считаю. Так, я, наверное, здесь дуболомом просто постою. Потому что атаковать больно. Хотя... Давайте мы одну атаку проведем. Дальше постоим. Что постепенно-то надо что-то делать. Так, следующим ходом вырастет. И у меня начнется добавляться. Так, надо думать за пантеон. Потому что пантеон я быстро возьму. Хм, может взять за тропические. Леса. Выглядит как... Много тропических лесов у меня тут. Так, короче, сейчас походим еще. Посмотрим синхронов, ребята. Ура, живем. О, тут горы, горы. Так, ну, что-то... Что-то неплохо пока. Пока вроде места ничего такие. Так, вот тут стоим в защиту. И тут... О, у меня еще черепашки есть. Вау. Ну и тем более еще на рифе, да? И пошла вера капать. Нету смысла брать священные места на реках. Там, знаете, есть жилье и счастье на реках для священных мест. Потому что как раз священные места у Голландии никакой бонус от рек не имеют. То есть нам надо на реках ставить именно кампусы, театралки и промышленные зоны. У меня не так тут много места рядом с реками, чтобы еще священные места. Поэтому... Ну и тем более я не вижу здесь на реках у них какое-то соседство, чтобы было нормально. То есть соседство около тропических лесов получается. Вот на это и надо думать в эту сторону. Так, есть лошади. Ну, очевидно, рабочим надо будет одну пшеницу обработать. Лошадей... Блин, а где бы у нас... О, орошение. Давайте я сразу... Давайте я в орошение сразу пойду, чтобы открыть орошение, обработав пшеницу. Потому что мне надо пшеницу, лошадей и, собственно, красители. А нафига мне это горное дело, если мне нечего пока обрабатывать. Так, раз, два, три. Пока выглядит вот сюда неплохой городок. Ну, это предварительно. Естественно, там будет зависеть от того, какие там сверху ресурсы. Нет, пока не хочу атаковать. И в зависимости от этого мы будем уже смотреть. Да, тут жалко, реки нету, поэтому я, скорее всего, вот сюда вниз поведу первый город. Рядом с рекой ставить. Потому что без реки у нас, видите, нету никаких бонусов. Так, ну что, проатакуем? У меня что-то какое-то тяжелое поражение написано. Давайте сюда. Да, блин, тут реки нету. Это не очень прикольно. То есть нам не обязательно сам город на реке ставить. Нам надо, чтобы рядом река была, чтобы, собственно... Слушайте, а у нас вот здесь, похоже, неплохая встанет ромашка. То есть если сюда правительственную площадь, то, собственно, все районы вокруг этой правительственной площади будут на реке стоять. И, соответственно, именно здесь у нас будут промышленные. Вообще, как бы выглядит так, что вот здесь у нас промышленные становятся. Тогда мне нужно сюда город ставить, чтобы здесь был акведук. Сюда ставится кампус и сюда ставится кампус. Вау. Надо посмотреть, что еще внизу, где там третий город с этой... Я бы даже, наверное, сюда и селился первые три города. Просто вот сюда под эту ромашку делал. Так, а что у меня поставилась метка случайно? Просто вау будет, я вам хочу сказать. Я сейчас туда, наверное, пойду скаутом вот этим. Хотя стоит тут посмотреть. Но, с другой стороны, я вижу, что тут, ну, как бы нормально город. Мне надо посмотреть вот здесь для третьего города, что будет. Есть руинка. Вот раньше две атаки я бы уже получил уровень. И было бы намного проще с этим лагерем разбираться. Но не сейчас. Так. Значит, город сюда ставится. Тут у нас акведук. Тут у нас промышленное. Еще неизвестно, где будет, конечно, железо. Ну, понимаете, так как это все на реках, то есть это будет офигительная ромашка. Пока вроде выглядит как хороший план. Так, ну, значит, здесь от третьего города нам надо кампус и здесь промышленную зону. Осталось только решить, где сам город этот третий мы будем ставить. Но это кайф. Очень мне нравится. То есть первые города мы вот именно сюда поведем. И тут еще реки продолжаются. Трудовую повинность. Посел. Начинаем с пшеницы. Так, отлично. Все зашибись. Подумаем, правда, может мы прям на красителях поставить? Еще надо подумать. Блин, один ход. Я потрачу все-таки деньги. Я думаю, он вместо пшеницы тогда лошадей добавит. Тут в очередь давайте горное дело, потом гончарное. Первая руинка. Первая руинка. О, строителя дали. Кайф. Слушайте, это прям вообще зашибись. Так. Пока не убиваемся. Еще постоим, полечимся. Так, ну, наверное, вот на этот холмик. Или не стоит так далеко ставить? Может сюда поближе просто? Ну, жалко лес. Нет, давайте сюда. Так как мы тут хорошо горами защищены, стоим, отбиваемся. Я сразу поставлю в очередь следующего поселенца. То есть сразу, чтобы они... То есть вот этот треугольничек поставить городов. Ну, отлично. Так, а нужно ли мне гончарное дело вообще-то? Горное так точно надо все-таки у нас там. Сейчас посмотрим, что там будет вообще открыто. Так, тут мы сначала красители обрабатываем. Ну, я даже не знаю, каким я быстрее. Ладно, пойдем сюда. Отлично, повышение. В общем, этого... Этот лагерь мы сейчас заберем. Здорово, Шотландия. Привет. Ты далеко? Отсюда не особо. Отлично. Ну, короче, я вот тебе сразу метку поставлю, что я вот тут... Блин, видишь, где метка? Вот тут я буду город ставить. Вижу, вижу. Я думал, на две клетки прямее ставить. Что? Я потом собирался просто... Ну, если бы ты на одну клетку подвинул, было бы зашибись. Там, блин, из-за лагов не туда... Ладно, не пойду туда. Не туда... Скаут походил. Ну, меня главное тут город поставить. Что там дальше шотландец будет делать, меня вообще не волнует. Ну, это в трёх клетках вроде, да? Я так точно в твою сторону туда не собираюсь дальше двигаться. Так. Красители обработаны. Идём к лошадям. Тут ещё и... Вулкан улучшил мне клеточки, зашибись. Ну, я, наверное, добью этого... Или тебе оставить. Или добить скаута. Ладно, добью. Ну, да. Ну, если я сюда ставлю, то, соответственно, у нас ещё здесь будет акведук, так? Не, вот эта ромашка мне очень нравится. Ну, и в столице вот здесь у нас акведук. А в столице ещё и дамба. Вот сюда становится. Просто вау. Это просто вау. Вот и пантеон набился. Ну что, на тропические леса берём? Блин, я бы, честно говоря, в мореходство. Ага, письменно здесь, там колесо. Я бы... Ну ладно, гончарное дело откроем. Так, пойти шотландца найти, посмотреть на него, или всё-таки по неизвестным лучше лазать? Так, тут всё понятно. Ну, блин, тропические леса брать. Ну, то есть вот это вот я не хочу священные места на реках ставить. Это понятно, я думаю. А что у нас с престижем? Низкий престиж. Ладно. Ну, всё равно не уверен я в этом пантеоне, честно говоря. Ну, посмотрим. Не выглядит, что там, блядь, прям так много. Ну, смотрите, здесь вроде встанет, да? Священное место какое-то. Тут ещё и горы есть. Ещё улучшили мне клетки. Блин, мне вот эти клетки надо выкупить. Смотрите, тут клетки на 3-3. Просто на ровном месте. 6 рядов. Я бы тут держал рабочего, чтобы... О, руинка. Чтобы обработать сразу красители. Так. Давайте просто местами поменяемся. А дуболомом я бы пошёл сюда остановиться. 14-й ход я уже на нормальный век набил. О, Китай. Скаут. Это не очень хорошо. Знаете, я даже, наверное, сюда встану пока рабочим, чтобы посмотреть, что тут варвары не идут. Так, производство, производство. То есть, и так, 3-4. Давайте. Не важно, там всё равно 4 хода. Ну, можно, кстати, попробовать большой бассейн построить ради выхода. Любой специализированный мистицизм. Да, религию я тут точно не смогу основать в начале. Ну, потому что просто не видно, где священное место у нас. Давайте я сюда пойду. Повырубаю лес. У меня, в принципе, есть клетки, которые обрабатывать. А лес можно подрубить на посила. Не захватывают скауты рабочих, если у них есть лагерь их. Обработку броню. Кстати, тоже неплохо, потому что... Я, наверное, убью трёх скаутов, скорее всего. О! Нам сейчас дадут лошадку. Коляску, точнее. Зашибись. Что-то мне прям старт прям завезло во всём. Прям везука-базука какая-то идёт. Блин, что вот тут может быть лагерь? Ну, я следующим ходом... Хотя... Может быть и не увижу. Так, вырубаем... Подпоселенца. Что-то не особо ускорилось. Было два и осталось два. Давайте тут гляну. Ну, тут, кстати, у шотландца и не так уж хоро... Правда, не вижу полностью его места, но... Ин, кто тут? Я там теметку поставил. Не выглядит как круто. Окей, как бы тут мы просто горами тогда хорошо отделены будем. Так. Не шотландец, не китаец, никого больше не нашли, кроме меня. Нет, не смогу, блин. Так, постою пока. Тогда-то другой город блочится. У меня вообще места мало просто. У меня справа море. Сингапур первым нашел. Да, лагерь варваров. Вот тут или тут? Вот тут прямо. Фигово, кстати. Но, по идее, я должен все равно успеть поставить город. Так, я из гончарного дела хочу в мореходство идти. Так, разведчик у нас получает по холмам перемещение. 13 ходов. А это нормально, что я один на континенте? Да, такое вполне может быть. Радуйся. Или горюй. Тут одно из трех. Окей, Инка, давай тогда так поставим. Ну что, ставить шахту, я вот думаю, а смысл с другой стороны? Мне кажется, нет смысла. Давайте пока поскачем. Да, этот лагерь пошел разбираться. О, научная ГГшка. Кстати. Не хочу я тратить заряд на шахту тут, потому что у нас есть нормальные места. Для обработки на самом деле. Да. Так, значит, ставим тут город. Вот так, Инка, тогда сделаем. Я вот так придумал. Нет, нижнюю метку не получится. Встречаем научную. Научную, к сожалению, не первым я встретил. Его явно шотландец. А пантеоны любые же берем? Да, на это никаких запретов нету. Окей, Инк, ладно. Даже с поселенцем можно? Да, а что там в нем такого? Я, конечно, не считаю, что он прям хорош. Он же увеличивает производство для следующего поселенца. Я бы, кстати, этим рабочим, возможно, даже сюда бы пошел сразу красители обрабатывать. Блин. Это я не успел выбрать. Так, надо производство поставить, потом уже ходить. Тут явно Сингапур разберется с лагерем. Я могу выкупить его, но за это, по-моему, очки нет. Или я еще успею вернуться? Давайте попробуем забрать его. Да, ну, где-то там Китай расселяется. Привет. 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 Z, вот тут можно город будет поставить? Z, почему постоянно Z? Так, а вот и астрология. Может, все-таки астрологию пойти? Ну, у меня просто места мало на семь городов. Ну, хватит. Ну, вот здесь можно поставить? Так, слушайте, давайте я здесь этот... Я хочу сахар хочу забрать. Большой бассейн попробую. Я забрал хотя бы один сахар. У тебя вообще нет сахара? Или висячие сады? Мне вообще больше висячие сады нравятся. 8 ходов. Ну, как бы так-то я успеваю? Ну, это будет 4 очка, да? То есть, этот бы лагерь забрать все-таки? Ой. Ну, смотри, я могу только если вот так вот подвинуть и все. Корану, мне кажется, декларацию дружбы заключать. Сволочи, варвары обстреливают. Прямо в диаду небольшой бассейн. Это интересно. Ну, видимо... Ну, тут вообще, да, тут могут быть частые паводки. О! У меня, кстати, паводок произошел. Улучшили клетку-то? Одной клетки. И разрушили. Я бы купил, кстати, рабочего еще, скорее всего, в Амстердаме. Потому что внизу уже инк там. Поджим. Кстати, на будущее, скорее всего, здесь будет театралка еще. Потому что тоже на реке. Рядом с чудом. Противо. А там, нет, надо пантеон убрать. Нифига тут спамится. Хорошо, что тут вот такой проход. Слушайте, может, он Гарлем заберет вообще. Так, постоим пока в защите. Я так понимаю, что ресурсов ни у кого не будет на... Я красители бахаю. Ну, у меня какие-то красители плюс 15%. Поэтому надо было, конечно, лошадью сюда скакать. Может, так и поскачем пока. Ну, похоже, что где-то вот тут и вот тут еще города влезут, да, у меня. А, нет, ни хрена. Раз, два, три. Точно. Тут не влазит. Ну, то есть, вот тут на серое где-то потом когда-нибудь встанет. Тут вот надо будет на реке еще поставить. Ой, е-мое, еще и прачник появился. Наверное, можно уже дружбу действительно принять. Так, ну, чудо я точно строю. Вообще, мне бы в правительственную выйти, да? Сначала район построить. Наверное, стоит купить рабочего. Инг, дружить не будем? 15. Ну, че ты по силу водишь без прикрытия? Ну, как бы я на свою территорию воду без прикрытия. Куда-то его еду. Ну, в прошлом ходу мог забрать у тебя его. Только сейчас увидят, что люксу у меня, наверное, в районе клеток 5-6 от столицы. Вообще. Грустно это слышать. Так некрасиво делать. В чем проблема, пусть его с дубиной вести? Ну, потому что зачем мне вести вот на своей территории, его с дубиной, когда, как бы, можно не тратить на нее весы. Просто вот, ну, ты хочешь помешать. Так, Болония нам дает... Хорошая союзить Болонию, если у тебя районы есть, а Сингапур? Ваши города плюс 2 единицы производства закажет торговый путь к другим цивилизациям. Тоже ничего. Кстати, Оракул тоже ничего. Так, так, мы тут меняем на производство, пожалуй. Давайте международную торговлю открывать. Конечно, тут варваров наспамилось. Это реально хорошо, что у меня горы не дают им развиться. Ну, в Харлеме и Амстердаме, конечно, гавани. В этом городе будет центр коммерции, несомненно. И, наверное, он будет вот тут. Чтобы, опять же, соседствовать со всеми. Ну, что-то я пока, кстати, в золотой век-то не выхожу. На самом деле. Пойдемте-ка с этим лагерем попытаемся разобраться. Это еще 3 очка, да, например. Я могу его купить, но, по-моему, это очков не даст. Вот в чем проблема. Так, мореходство. Я покупаю здесь рабочего. Чиню пшеничку. И потом обрабатываю рыбу и... И черепашек. И вижу, где гавань. Кстати, гавань, скорее всего, вот эта. Вот тут единственный минус, что тут может какой-то... Ну, не какой-то, а конкретно железо может появиться. Потому что до всех остальных ресурсов я уже должен обработать эти места. Дайте я, знаете, тут встану, буду просто лечиться, стоять. Китайцы, а что это тут у нас стоит? Разведчик какой-то. А где ему еще стоять? Бегать по карте, исследовать. Нет, в темный падать. Человек, никому не говори, где я. А зачем ты так большой бассейн строишь? Ты построив большой бассейн, не упадешь в темный. Надо, да, короче, в бассейне плавать. Аква-дискотека. Восемь культуры у шотландца. Норм. Это говорят. А потом митинги. Хлопок у китаец, но хлопок и у меня будет, по идее. Так, где мы тут будем город ставить? Да, у меня сроки тропических лесов не так уж и много, как хотелось бы. Так, сколько у меня очков? Пять очков не хватает. Ну, Катя, этот лагерь, скорее всего, я все-таки успею забрать. Но... Не, Митца, ты уже походил? Очков-то не хватит. Вселенцам. Мне тебе не заблочить, чтобы. Нет, я не походил. Ну, походи, я просто разведываю. А, походил, походил. Чет, нет. Ты что, требования Дани, что ли? У меня этот обдолок. А сколько отдашь? Пять. Ну, окей. Слушай, а давайте я не буду сейчас покупать рабочего. Я куплю галеру. Я вот не уверен, правда, что хватит денег на 35 производства. А этот... Ну, потому что галера это... 29. Не, должно хватить. Слушайте, я как раз накоплю. Точно. Вот это... Это есть выход в золотой век. Если я убиваю этот лагерь, а я должен его убить за это время, то... И покупаю галеру, и вот и все. Мне этого хватает. Я, скорее всего, буду первым. У нас, по-моему, нету морских юнитов, морских цивилизаций, у которых есть морские, да? И плюс, вряд ли кто-то сейчас будет стремиться... Да, это... Это хорошая мысль. Так, тогда если мы рабочего просто построим... Спасибо. Винегритик. Аквавинегритик, аквавинегритик. Давайте здесь строителям. Реально надо поработать. Да, отлично. Ух ты, как тут у нас... А вот и откуда культура капает. Что Кагуана делает? За каждый примыкающий бонусный ресурс и развлекательный комплекс. Вау. Это хорошо. Так, я хочу посмотреть священные места, насколько у меня тут соседства есть. Плюс три фигово. Нет, если сюда... Я плюс три точно не буду ставить. Ну что, плюс два. Ну, короче, тропические леса неудачный был. Пантеон, похоже. Мне какие-то железо все равно придется открывать, потому что надо тропические леса вырубать. Так, один ход. Лагерь мы заберем. Даже прямо сейчас. Нет, следующим ходом. Окей. Следующим ходом мы увидим, сколько стоит лодочка. Так, народ, я надеюсь, по три города уже поставил. У меня у шотландца два. И у китайца два. Что-то они решили... Не торопиться, я смотрю. Ну, я даже не знаю, что мне, кстати, в золотом веке брать. Ну, наверное, монументальность все равно возьму. Хотя у меня веры особо не... Хотя есть плюс 33 за счет красителей. Священное место я точно поставлю еще одно. Мяу. Слышь. Как? Угу. Супер. Так, ну, сейчас важный, короче, будет... Вот. Мне хотелось бы дуболомы терять, но, похоже, потеряю. Мне надо сейчас забирать этот лагерь. Хотя... Ну, если вот этот может убить. Так. И покупаем... Это может мне здесь купить. Да, хватает. Золотой век. Плюс два. Даже вот как раз плюс три лагерь, плюс два. Галеры ровненько накопил. Сингапур какое-то задание мне давал. И шотландец в Сингапур просто сам отправил. Так, сейчас отремонтирую пшеничку. Я, наверное, даже в столице сразу вторую. О, Пантанал у нас тут. А вот и было еще, значит, очки. А ты тут рядом с Пантаналом, я смотрю, городок-то поставил. Давайте галеру сразу шоку. Не поверю. И сообщество для всех остальных, оно появится завтра. Спасибо, что досмотрели до конца. Я Алексей Халецкий, тот, кто сделал это видео. Пользуясь случаем, хочу попросить вас поставить лайк, оставить комментарий и поделиться этим видео со своими друзьями или в социальных сетях. А также посмотреть другие мои видео, ссылки на которые вы видите сейчас на своем экране. Играйте в умные игры и всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok